1 сентября 1939 года Германия начала войну против Польши. Этот день считается началом Второй мировой войны. Польские войска были разбиты, правительство бежало. 17 сентября советские войска вступили в восточные районы польского государства. В составе СССР оказались земли Западной Украины и Западной Белоруссии. 30 ноября Красная Армия начала боевые действия против Финляндии. Начало этой войны восприняли в мире как акт агрессии и Советский Союз был исключен из Лиги наций. Однако в феврале 1940 года был подписан мирный договор с Финляндией и все территориальные претензии СССР были удовлетворены. После разгрома Польши СССР добился заключения договоров о взаимной помощи с прибалтийскими странами – Эстонией, Латвией и Литвой. Летом 1940 года по поручению Гитлера был разработан план войны против СССР. В то же время обе стороны стремились оттянуть начало войны до полной готовности к ее началу. Был составлен пакт о ненападении. Сталин был уверен, что Гитлер не нападет на СССР до тех пор, пока сопротивляется Англия. Он считал, что война с Германией может начаться не раньше лета 1942 года. Шла подготовка к войне, но советское руководство ясно осознавало, что Красная Армия была не готова к наступательной войне. На рассвете 22 июня 1941 года, без объявления войны, нарушив пакт о ненападении, германская армия обрушилась всей мощью на советскую землю. В тот же день, хоть и не понимая того, что случилось, советское правительство объявило о всеобщей мобилизации. Были образованы Северный, Северо-Западный, Западный, Юго-Западный, Южный фронты. 30 июня вся полнота власти была сосредоточена в руках Государственного комитета обороны, председателем которого стал Сталин. План «Барбаросса», план нападения на СССР, предусматривал введение молниеносной борьбы. Внезапность и мощь удара противника, его численные превосходства были настолько велики, что уже через три недели оказались оккупированными Литва, Латвия, Белоруссия, значительная часть Украины, Молдавии и Эстонии. Упорное сопротивление Красной армии под Смоленском, Ленинградом, Киевом, Одессой не позволило осуществить планы немецкого командования по захвату Москвы к началу осени. Лишь после Западного фронта и захвата противником Киева немцы начали подготовку к захвату советской столицы. Эта операция получила название «Тайфун». 39 сентября 1941 года началось генеральное наступление немцев на Москву. К середине октября враг вплотную подошел к столице. Наступление немцев было приостановлено, но в середине ноября оно возобновилось с новой силой. К концу ноября войска Западного фронта получили значительное подкрепление из восточных районов страны. Это позволило 5-6 декабря начать контрнаступление советских войск под Москвой. Враг был отброшен на 250 километров от Москвы. Это было первое крупное поражение немецких войск в ходе всей Второй мировой войны. Одной из самых героических и трагических страниц военной поры стала оборона Ленинграда. 8 сентября немецким войскам удалось полностью блокировать город. Лишь в январе 1943 года блокада города была прорвана и отбита. В январе 1943 года Сталин поставил перед Красной Армией задачу перехода в общее наступление. Сталин полагал, что весной и летом 1942 года немцы нападут на Москву и приказал сосредоточить на западном направлении значительные резервные силы. Гитлер же, наоборот, считал стратегической целью предстоящее наступление на южном направлении с целью овладения Волгой и Кавказом. Он разработал специальный план по дезинформации советского военного командования под кодовым названием «Кремль». Прежде чем начать наступление на юго-восточном направлении, немцы решили полностью овладеть Крымом. Это наступление закончилось трагедией для советских войск, и 4 июля они оставили город. Красная Армия потерпела поражение и в наступательной борьбе в Харькове. В конце июня германские войска устремились на юго-восток, заняли Донбасс, вышли к Дону. 24 июля пал Ростов-на-Дону. К осени 1942 года германским войскам удалось оккупировать огромную часть европейской территории СССР. Главными целями Гитлера в войне против СССР были уничтожение коммунистической идеологии и советского государства, превращение СССР в источник рабочей силы для Третьего Рейха. Советское подпольное движение возникло уже в первые недели войны. В годы войны на территории страны действовало более 6 тысяч партизанских отрядов, в которых воевало более 1 миллиона человек. Для координации их действий был создан центральный штаб партизанского движения во главе с Пономаренко. Главнокомандующим был назначен Ворошилов. С самого начала войны о поддержке СССР объявили Великобритания и США. В сентябре 1941 года в Москве прошла первая конференция представителей трех держав. 1 января 1942 года в Вашингтоне представители 26 государств подписали декларацию, в которой обязались использовать все ресурсы для борьбы с общим врагом. Подписание договоров о Союзе СССР и Великобритании май 1942 года и соглашение с США о взаимопомощи июнь 1942 года окончательно оформили военный союз трех стран. Летом 1942 года сложилась катастрофическая ситуация на Северном Кавказе. После падения Ростова-на-Дону дорога для немцев на юг оказалась открыта, никаких укреплений на этом участке не было. Но, мобилизовав все ресурсы и силы, Красная Армия сумела остановить врага. В этой ситуации советское командование стремилось добиться окончательного перелома ситуации в свою пользу. В качестве направления главного удара был избран Сталинградский фронт. План разгрома немцев под Сталинградом, разработанный заместителем верховного главнокомандующего Жуковым, получил условное наименование «Уран». Он предполагал силами юго-западного и сталинградского фронтов нанести по сходящимся направлениям удар по немцам с целью их окружения в междуречии Волги и Дона и полного разгрома. Победа Красной Армии под Сталинградом положила начало коренному перелому в ходе не только Великой Отечественной, но и всей Второй мировой войны. Стратегическая инициатива окончательно перешла в руки нашей армии. Победа под Сталинградом стала началом массового изгнания противника с советской земли. Опасаясь нового окружения, немцы спешно вывели свои войска с Северного Кавказа. 18 января 1943 года войска Ленинградского и Волховского фронтов сумели частично прорвать блокаду Ленинграда. В феврале 1943 года началось освобождение Восточного Донбасса. Тогда же в результате мощного наступления войск Воронежского фронта на Верхнем Дону были разбиты армии противника и образовалась Курская дуга. Удар наступавших советских войск был настолько силен, что в короткое время удалось освободить от противника Харьков, Донбасс, Таманский полуостров, Брянск и Смоленск. С середины сентября началась битва за Днепр. 6 ноября был освобожден Киев, а Днепр был преодолен на большинстве направлений. Успех Красной Армии в разгроме противника был дополнен высадкой в конце июля 1943 года в Италии союзных англо-германских войск. В ноябре-декабре 1943 года состоялась встреча лидеров СССР, США и Англии в Тегеране. Они договорились об открытии Второго фронта в Европе и о создании после войны Организации Объединенных Наций, о послевоенном мировом устройстве, о судьбе Германии и о вступлении СССР в войну против Японии. К началу 1944 года Германия понесла значительные потери, но по-прежнему оставалась сильным противником. Ставка Верховного Главнокомандующего приказала в 1944 году обеспечить окончательный разгром немецкой армии и освобождение территории СССР. В январе первый крупный удар был нанесен по противнику под Ленинградом. Полностью была снята блокада, а немецкие войска отброшены к Нарве и Пскову. В феврале-марте от оккупации была освобождена практически вся правобережная Украина. Красная армия вышла к границе Румынии. В апреле-майе завершился разгром в Крыму. 6 июня войска союзников начали грандиозную десантную операцию в Нормандии. Чтобы не дать немцам возможности перебросить войска на запад, 10 июня Красная армия начала летнее наступление на Карельском перешейке. Она заняла Выборг и Петрозаводск, тем самым вынудив правительство Финляндии выйти из войны и начать мирные переговоры. Самым мощным было наступление наших войск в Белоруссии, начавшееся 23 июня. Была освобождена от врага не только вся Белоруссия, но и часть Литвы и Восточной Польши. В июле был освобожден Львов. В августе немецкая армия была разгромлена в районе Кишинева. Из войны против СССР вышла Румыния. Ее столица, Бухарест, была занята советскими войсками. Красная армия перешла границу Болгарии. 20 октября был освобожден Белград. В сентябре-октябре были освобождены территории Эстонии и Латвии. Немцы потерпели поражение в Будапеште и в Северной Финляндии. Началось освобождение Норвегии. В январе 1945 года советские войска по просьбе Черчилля начали наступление по всей линии Советско-Германского фронта, чтобы помочь англо-американским войскам, испытывающим трудности в районе Орден. 4-11 февраля под Ялтой состоялась вторая встреча лидеров антигитлеровской коалиции. Были согласованы условия безоговорочной капитуляции Германии. К началу апреля была освобождена территория Венгрии, Польши и Восточной Пруссии. Развернулась битва за Берлин. 30 апреля 1945 года бойцы 150-й стрелковой дивизии Егоров и Контария водрузили над Рейхстагом Красное Знамя Победы. В тот же день покончил жизнь самоубийством Гитлер. 8 мая был представлен акт о капитуляции Германии. А 9 мая остатки немецкой армии капитулировали из Чехословакии. Этот день считается Днем Победы. С 17 июля по 2 августа 1945 года в пригороде поверженного Берлина Поздами прошла конференция лидеров держав-победительниц. На конференции установили новые границы в Европе. Были признаны довоенные границы СССР, а территория Польши расширена за счет германских земель. Между Польшей и СССР была проведена территория Восточной Пруссии. Разгром Германии не означал окончание Второй мировой войны. Она продолжалась на Дальнем Востоке, где США, Англия и Китай вели войну с Японией. Выполняя свои обязательства, СССР 8 августа объявил войну Японии. Всего за две недели советская армия разгромила основные силы японцев и заняла не только Харбин и Мугден, но и порт Артур и Дальний, а также Пхеньян. Были освобождены Южный Сахалин и Курильские острова. 2 сентября 1945 года японская делегация подписала акт о безоговорочной капитуляции. Субтитры создавал DimaTorzok